Здравствуйте, глубоко почитаемые жители нашей планеты! На нашей планете сейчас находится очень много разных существ с разных галактиках. Одни из них — это люди с планеты Венера, иначе — венерианцы. Почему нам интересно знать о них? Почему мы интересуемся другими существами? Чтобы убедиться, что мы не одни, чтобы посмотреть, как живут другие люди. Может, даже частично принять их опыт. Если бы сегодня каждый человек знал о том, как люди живут на Венере, возможно бы на Земле не было огнестрельного оружия. Потому что только наша агрессивность вынуждает нас воевать друг против друга. Венерианцы лишены агрессивности. Венерианцы — это еще одна раса, оказавшая огромное влияние на планету Земля. Сегодня у нас проживает венерианцев около половины процента нынешнего населения Земли. Если сейчас живет 7 миллиардов, то от 7 миллиардов — это 35 миллионов живущих с планеты Венера. Как правило, эти люди заняты в сфере искусства, музыки, литературы, поэзии. Хотя эти существа приходят из Солнечной системы, многие из них — это космические путешественники, которые лишь иногда воплощаются на Венере или Земле. Венера — это планета особого посвящения, введенного конфедерацией для подготовки душ к более высоким духовным истинам. когда они пребывают между земными воплощениями. Многие души часто путешествуют на Венеру между воплощениями. Венера — это мир шестой плотности, мир невероятной красоты и художественных достижений. Вследствие высокой вибрации он невидим глазу третьей и четвертой плотности. Венера считается планетой любви, названной по имени Богиня Великой Красоты. Представьте самый красивый закат. Представьте жизнь в мире, где небо всегда сияет блаженственно. Да, это Венера. Глаз ослепляют желтые, золотые, оранжевые, розовые и красные цвета. Величественные храмы спиралевидно уходят в небо. Огромные сады изобилуют экзотической растительной жизнью. Повсюду текут сияющие потоки жидкого света, питающего все жизненные формы. сверкающие кристаллические дворцы и золотые храмы ждут посвященных, которые приходят изучать секреты Вселенной. Эти образы вспоминают немногие. На Земле их можно видеть только на полотнах художников, которые видят. Везде, где звучит музыка, приходящая из места выше времени и пространства, места давно забытого, привязанными к Земле душами. Места, где царит любовь, она пронизывает все, навечно устраняя разделение. Венера – центр подготовки богов и богинь и апофеоз жизни в этой Солнечной системе. Венера – перевалочная база для существ из всей галактики. Здесь они посвящаются в духовные учения, и многие земные души выбрали Венеру в качестве первой жизни после Вознесения. Некоторые люди проходят несколько раз маршрутом, чтобы укрепиться, заикариться с новым качеством миролюбия, любви ко всему космосу. Пока вы не разовьете, не разовьетесь в пятую плотность, вы не сможете напрямую увидеть этот рай. Для третьей плотности Венера – горячая, ядовитая, истощенная Земля, и это обескураживает тех, кто попытался бы совершить краткий путь на небеса. Ключ к Венере – это, безусловно, любовь. Именно любовь приносит вас туда. Многие венерианцы в земных телах, которые сегодня проживают на планете Земля, долго смотрят на самую яркую звезду на вечернем или утреннем небе и удивляются, откуда приходят эти странные существа. Возможно, на Венере у вас осталась давно потерянная любовь. Как вы уже догадались, венерианцы – очень высокие, стройные, женственные и богоподобные существа. У них сияющие золотые волосы и стройное телосложение. Они научились материализовываться в третьей плотности, пользуясь голографической проекцией и делали это много раз. Часто они воплощаются или входят на планету Земля. Они приходят на Землю, чтобы своим творчеством помочь людям третьей плотности вспомнить красоту и чистоту божественных миров. Как правило, венерианцы реализуют себя в искусстве, музыка, художники, творчество, которое несет радость. Много раз венерианцы появлялись во время испытаний атомной бомбы в 940-х и 50-х годах. Они общались с высокодуховными земными людьми. Возможно, некоторые из этих людей уже не живут на Земле, но их литература, их достоверность пребывания венериан записана была в рукописи, которые пытались любым способом уничтожить. Они оставили много документаций, фотографий, технических описаний, доступных для всех людей, но многие из них были также уничтожены. Зачем же нам надо знать, кто такие были венерианцы? Нам это надо знать, потому что мы понимаем, какое достижение кроется в развитии. Мы можем расширить свое восприятие, мы можем понять, что нам есть к чему стремиться, и это имеет большой смысл существования. Нам есть чему удивляться, если вы внимательно посмотрите, что среди вас живут венерианцы. Желайте этого взаимодействия, желайте этих контактов, и вы обретете больше света, больше любви, больше радости. Пусть по земле проливается энергия с высоких измерений Венеры. Пусть ваши сердца обретут радость во время ваших ночных снов, если вы захотите, пребывать во время ночного сна на Венере. Спокойно ночи на Венере всем и радостного пробуждения по утром. Утро. Нет, не . Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok